Борисец. Забыла, как они говорят. Борисец валяй. Борисец. А, Борисец. Говорит. Одни женщины у нас работали. В закройный цех там мужчины. А у нас папа шил мужской костюм, брюки и пиджак. Мы работали папа шил мужского костюма. Детский, дошкольный. Пешкой. Здесь мне пришлось работать. Говорят, надо молодых только. Так что привезли сюда меня. Я уже не работаю. Только убираю здесь помещение. Мой. Вот мою и отдыхаю. И все. Почеть занимаю. Поет горбонь. Пою девчата. Стою одна на слое дня. Я расскажу березке, как подружке, что нет любви хорошей у меня. Я вот посижу. А то я немного устала. Бывает и грустно, если мы видим человека больным. Понимаете? Вот такое дело. Помочь мы не можем. Ничего. У нас нет лекарства возможного. И ничего. Только холодной воды набираем, чтобы она была. Она единственный помощник нашей жизни. Я хотела бы работать. Я думала работать. Но сейчас, конечно, не такие. Когда я пришла сюда, были силы поболее. А сейчас никуда. Это я в школе училась. И всегда нам доставляли руки за спину. Вот здесь стенки стояли. А медики забрали это. И компьютер, и телевизор, и одежонку ее. И я подумала, что они здесь, конечно же, вот не так, как мы вот работая. Могли бы иметь какие-то деньги свольные. Ну вот я вам так скажу, что мы люди здесь живем. Приходит санитарка, которая требует деньги с меня. Забрала у меня деньги. 38 тысяч, да. За то, что меняют белье. Здесь, ну, бля, постельное. Постельное белье. Под одеяльник, простыни, наволочка. Джулия. Это она взяла у меня деньги. Я не знала, на какие возможности ей надо деньги. Но она иногда убирала в комнате. В комнатах не у нас, в соседей убирала. Я видела ее. Вы знаете, мы литературу здесь не имеем такую. На русском языке только вот библия. Но она слишком мелко пишется, и мы не можем. Я, например, не могу, глаза болят очень. Если читала немного, сейчас и читаю ее очень. В глазах по какие-то точке у меня. Всюду. На еду еще. Дорщ. А чарук, храб, каплет, салат. Салат, капот. Ааа. Борщ хочешь? Нет. Каплет. Хотя разбавь на двоих и каплет. Нужно положить сюда. На двоих. Хлеб. Гирюхуаш. Серый да, ты лиман танхаш. Серый, нет серый. На. А розы? Шнорога. А розы? Хватит. Хватит. Не отъем, не отъем. Да я хурат. Так только сказала, чтобы немножко бы человек был, как если бы, ну, как мы бываем дома. Имели бы платье хотя бы одно на себе. Быть. А то на мне барюки одеть. Хе-хе-хе. Вот. И когда нам что-то туда и виляет, забирается нас. Говорят, что здесь стартон, но я так подумала, ну, живые люди. Хотя бы одно платье, одну рубашку. Хе-хе. 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 Вот такое дело. Я подумала, что одно платье бы не мешало. Хе-хе. Хе-хе. Спать в нем было бы удобнее. Хе-хе. А родители, которые проходят? Потому что в брюках я устала. Хе-хе. 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 Те подносят и нам отдают. Погиб поэт, невольник чести. Пал оклеветанный молвой. Свинцом груди и жаждой мести Помикнул гордой головой. Не винишься душа поэта Позора мелочных обид. Восстал он против мнений света. Один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь желание? Пустых похвал, ненужный хор. И жалкий лепец оправдания Судьбы свершился приговор. Не вы ли вперва так злобно знали Его свободный смелый дар. И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, Он мучений последних вынести не смог. Угас, как светочь дивной тени, Увял торжественное вино. Его увидится хладнокловно Нанес удар, спасенья нет. Пустое сердце бьется ровно В руке ледровну пистолет. Вот я забыла дальше немножко. Молодец. 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 Молодец.